здравствуйте друзья с вами феликс и сегодня хочу поделиться с вами некоторой полезной информацией на мой взгляд но перед тем как именно перейти к этой теме хочу своих партнеров призвать сказать им что ребята вот я рекламирую такой блог пустил на него целевой трафик то есть вот 1400 просмотров за последний месяц ну это меньше чем месяц мы будем считать так что месяц то есть целевой в том смысле что сюда заходят именно те люди в интернете которые заинтересованы заработком и вы можете просто или через эту форму вот эту которая здесь есть или мне написать почту у вас есть вот здесь есть такая вкладка выбрать спонсора с этой вкладке те кто просматривают могут найти спонсора из той стороны с которой они пожелают то есть этот блог я рекламирую не только для себя но и для участников моей команды и выглядит это вот так если вы хотите чтобы с вами связывались другие участники которые захотят зарегистрироваться вы мне высылайте только свою страничку вконтакте и вот человек который хочет выбрать спонсора кликает покажу на своем примере вот армения ереван переходит на мою страничку вконтакте и уже на своей странице вконтакте вы можете дать ту информацию которую сочтете нужным и человек с вами свяжется и пусть он станет вашим рефералом да вот так скажем так то есть эта страница не только для меня она для всех нас ну здесь есть другие разделы по амазону в частности тоже интересная информация ссылка на этот блок будет под этим роликом это я уже обращаюсь к тем кто первый раз видит этот блок и так закроем эти ненужные страницы что я накопал на амазоне и в принципе нашел какой-то способ применить это к нашим возможностям на спрингборде сама по себе эта информация тоже интересная ну давайте погнали как говорят вот смотрите здесь вот с этой вкладке это категории выбор категории ну допустим вот мы что-то на спрингборде выбрали из раздела ну игрушки я на игрушках буду сейчас показывать и выбираем вот игрушки допустим там есть какой-то автоматик пистолетик выбрали игрушки то есть выбрали категорию которая соответствует тому товару который мы хотим приобрести перейдя на вот такую страницу здесь допустим тот же автоматик это для мальчика если у вас что-нибудь там для девочек вы посмотрели можете выбрать для девочек можете вообще не выбирать ничего никакую конкретную категорию просто в игрушках и вот здесь вот есть такая вот такой вот переход best sellers кликаем по ней и здесь показываются бестселлер то есть топ продаж в этой категории теперь нам даже не совсем не обязательно найти именно тот товар который мы хотим купить мы здесь просто смотрим товар который максимально близок к той цене вот когда мы со спрингборда покупаем там предлагается да вот выставить его за такую-то цену там вот в этом всплывающем окошке ну например пусть будет там нам предлагают ну за 16 20 там или за 16 это не суть там важно чтобы именно в копейка в копеечку совпадала ну хотя бы приблизительно так что было то что нам предлагает инфи не ай выставить за эту цену ну давайте вот кликнем допустим за 16 20 нам предлагается выставить этот товар тот товар который мы хотим купить я говорю это не важно что он совсем другой это отставь отставляем сторону многие слышали да вот иван рассказывал свое время знаменитым что все стремятся попасть в бай бокс так называемый бай бокс это вот это вот окошко вот справа это и есть тот самый заветный бай бокс куда стремятся все продавцы чем он отличается то есть когда вы хотите купить вот эту игрушку сразу покупателю предлагается этот продавец но если чуть-чуть проскролить вниз вот в этом списке есть другие продавцы этого товара допустим тот же товар есть за 11 39 но он сейчас не попал в бай бокс вот этот продавец он не попадает в бай бокс вот это есть бай бокс дальше почему и как это тут есть свои тонкости это долго объяснять скроллим вниз нам надо определяться с ценой для нас сейчас важно это скроллим вниз и находим здесь вот такое вот описание детали продукта в деталях продукта здесь много разной информации не будем вдаваться во все это вот здесь вот эту строчку находим эссе ай н и копируем вот этот вот код это код этого товара на амазоне скопировали и есть такой вот интересный инструменте на амазоне своим партнером я ссылку на него скину это инструмент амазона вставляем этот код суда вставили нажимаем search найти amazon нашел нам этот продукт сам этот инструмент он немного для другого предназначен но все равно мы можем использовать его так как нам надо в наших целях цена 16 чем-то до 16 16 20 вот сюда с левой частью не трогаем там нам ничего не надо вставляем цену 16.20 и 2 в этом окошке тут всего три окошка вставляем то за сколько нам обходится этот товар на спрингборде допустим 90 центов там вместе с комиссией там допустим стоит он 55 центов еще 35 центов комиссия инфиньяй и того 90 центов все заполнили эти две два окошка и кликаем вот по этой посчитать это калькулятор и нам калькулятор амазона это амазоновский калькулятор вот здесь выдает все ну одним словом сказать все пошлины в итоге вот это зеленое мы видим ту сумму которая будет нам перечислить то есть amazon тут берет свою ну пошлина дофи свою пошлину берет цену за упаковку берет она же упаковывается да этот товар и так далее и тому подобное нам важно увидеть то что нам придет на кошелек скажем так это по-моему очень полезный инструмент для тех кто работает на платформе инфиниай чтобы суметь определиться знать знать окончательные свои начисления то есть сразу видно что 16 20 если вы выставили цену то вам придет 1014 остальное все удерживает amazon чтоб и впоследствии чтобы мы не удивлялись вот мы там выставили за 20 долларов а нам за этот товар начислили не 20 а 15 это собирает не инфиняя это забирает не знаю мы не знаем конкретно на какой площадке продается этот товар но приблизительно все везде одно и то же нам поступит вот эта сумма и так на этом заканчиваю всем удачи всем пока еще раз призываю своих партнеров не забыть про тот блок давайте развиваться все вместе один в поле не воин удачи и и и и и и